Сокольском, Добринском и Козловском. Иностранные мастера были вызваны правительством из Венеции, Голландии, Дании, Швеции и распределены по кумпанствам. Тогда же предположено соединить Волгу с Доном каналом между реками Иловлею и Камышенкою. Чем более нового необходимого дела, тем больше нужды в иностранцах, которых надобно вызывать толпами. Долго ли же так будет? Неужели надобно оставаться во всегдашней зависимости от иностранцев? Необходимо, чтобы русские выучились. Но как это сделать? Иностранным мастерам некогда учить, они для другого дела призваны. А главное, учителя остались в своих землях, не могли заморские страны выслать в Россию лучших своих людей. Надобно было, следовательно, послать русских за границу учиться. Дело не новое, бывшее уже при Годунове. Тогда опыт не удался. Посланные не захотели возвратиться на родину, ну а теперь другие условия возвратятся. Началось новое в России дело. Строение великим иждивением кораблей, галер и прочих судов. И дабы то вечно утвердилось в России, умыслил государь искусство дела того весть в народ свой. И того ради многое число благородных послал в Голландию, и на их государство учиться архитектуры и управления корабельного. 50 комнатных стольников и спальников отправлены были с этой целью за границу. 28 в Италию, преимущественно Венецию, 22 в Англию и Голландию. Молодые придворные были посланы учиться за границу, но как они там будут учиться и у кого? И как потом узнать, хорошо ли они выучились и к чему способны? Надобно, чтобы кто-нибудь прежде них там выучился, все узнал. И кто ж мог быть этот человек, как не сам шкипер, бомбардир и капитан Петр Алексеев. При повороте народа на новый путь самодержавный царь, одаренный необыкновенными силами духа, взял на себя руководительство. Выучиться у иностранцев тому, чем они превосходили русских, сделалось главную целью, ясно-сознанную. И Петр начал дело уже в России, его шкиперство, бомбардирство и капитанство показывают это прямо. Выучиться в России нельзя, надобно ехать за границу. И Петр поедет туда. Поедет не как царь, но как ученик. Как корабельный плотник, ибо его посланничество другое. Он великий человек, начальник нового общества, начальник новой истории своего народа. Надпись на печати писем Петровых, присылаемых из-за границы, говорила «Азбо есим в чину учимых и учащих мя требую». Чему же будет Петр особенно учиться за границей? К корабельному искусству, ибо это была его страсть, которая оправдывалась тем, что достижение моря было заветную целью России шестнадцатого и семнадцатого века, было царственным преданием для Петра. Кроме того, в настоящую минуту Петр сознавал, что только море можно с успехом воевать турок. Таинственный голос, который нашептывал вождям германских варваров «Рим! Рим!» и неудержимо влек их к столице образованного мира. Путешествие в Константинополе русской Ольги, мудрейший из жен, и путешествие на запад Петра – суть явления одинаковые, в которых выражается неодолимое стремление не цивилизованных, но исторических, благородных народов к цивилизации. Что относительно Петра таинственный голос заменялся явным голосом Лефорта, это нисколько не изменяет дело. Петр поехал бы за границу и без Лефорта, точно так же, как сделался бы мореплавателем и устроителем флота без нахождения ботика боярина Никиты Романова. Но и Лефорт с его увещаниями к заграничной поездке и к Азовскому походу вместо путешествия на Каспийское море, и ботик, послуживший первым побуждением к кораблестроению, суть явления засвидетельствованные. И мы не станем отстранять их, ибо повсюду отмечаем в истории общие движения и стремления, и частные побуждения, одинаковые для великих и невеликих людей. Неизвестно, кем придумана была форма поездки царя за границу. Он отправлялся в свите великого посольства, назначенного к цесарю, королям английскому и датскому, к папе римскому, голландским штатам, курфюрсту бранденбургскому и в Венецию. Тут достигались две цели. Петр мог сохранять инкогнито и учиться, где нужно направлять переговоры о союзе против Турции, об условиях войны или мира с нею, и лично объясняться с государями и министрами. Целью посольства было прямо объявлено подтверждение древней дружбы и любви, ослабление врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд. Следовательно, посольство должно было прежде всего направиться в Вену, где должен был решиться вопрос турецкий. Но царский посланник Вене, Нефимонов, донес, что вопрос решен, с цесарем и Венецией заключен им наступательный и оборонительный союз против турок на три года. Это позволяло переменить направление пути и отправиться прямо в западные поморские государства для изучения корабельного дела. Великими полномочными послами были назначены генерал и адмирал, наместник новгородский Франц Яковлевич Лефорт, генералы воинские комиссарии, наместник сибирский Федор Алексеевич Головин и Думный Диак, наместник Белевский Прокофий Богданович Возницын. При них более 20 дворян и до 35 волонтеров, между которыми был преображенского полка урядник Петр Михайлов. Правительство в отсутствие царя оставалось, как было при нем. На старых местах прежние лица. Кто был прежде влиятельнее других, тот оставался и теперь с тем же влиянием. Это было тем легче, что и до заграничной поездки царь был почти в постоянном отсутствии. И к боярскому управлению привыкли с 1689 года. Со всеми делами относились на царское имя, как будто Петр и не выезжал из Москвы. В феврале 1697 года назначен был отъезд великого посольства из Москвы, когда было донесено о заговоре на жизнь государя. Чем яснее обозначались стремления Петра, тем сильнее становился ропот в толпе, и роптали не одни те люди, которые уперлись против естественного и необходимого движения России на новый путь. Роптали и люди, которые признавали несостоятельность старины, необходимость преобразования, но которые не могли понять, что преобразования должны совершаться именно тем путем, по которому шел молодой царь. Им бы хотелось, что Петр вдруг явился на престоле русским новым Соломоном во всей премудрости и славе, чтобы вдруг все правители из кормленщиков сделались строжайшими и бескорыстнейшими блюстителями правосудия, чтобы вдруг бедная страна закипела млеком и медом. Эти люди хотели, считали возможным внезапное облегчение и улучшение. Видели, наоборот, требования страшного напряжения сил, требования пожертвований и роптали, причем некоторые стороны поведения молодого царя давали оправдание ропоту. Оскорблялись, что царь убежал из дворца, из Кремля, из Москвы, пренебрегает обязанностями семейными, проводит время в потехах, привязался к иностранцам, не родит о делах правительственных и бояре ближние делают, что хотят. Между родственниками царскими с материнской и Жениной стороны Нарышкиными и Лопухиными встала распря. Лев Кириллович Нарышкин осилил Лопухиных, по всем вероятностям, благодаря холодности Петра к жене. Самый видный из Лопухиных боярин Петр Абрамович, управляющий приказом Большого дворца, подвергся страшной опали. И разнеслась весть, что сам царь пытал дядю жены своей. Милославские и другие недовольные, разумеется, пользовались этим и со злорадством распространяли подобные вести, указывая, как мало выиграно отстранением правительницы. Неизвестно, откуда взялся и распространился слух, будто царь Иван Алексеевич извещал всему народу. Брат мой живет не по церкви, ездит в немецкую слободу и знается с немцами. На кружечном дворе потешный хвастает, что государь непрестанно бывает у них в слободе. Бывший тут иконник отвечает. Нечесть он, государь, делает, бесчести себе. В конце 1696 или начале 1697 года монах Аврамий, бывший прежде келорем в Троицком Сергееве, а потом строителем в московском Андреевском монастыре, подал царю тетради, в которых указывалось, что именно в поведении Петра соблазняет народ. Народе тужат многие и болезнуют о том, на кого было надеялись и ждали, как великий государь возмужает и сочетается законным браком, тогда, оставя младых лет дела, все исправит на лучшее. Но, возмужав и женясь, уклонился в потехе, оставя лучшее, начал творить и всем печальное и плачевное. Аврамия пытали, чтоб сказали подлинно про людей, которые к нему прихаживали. Монах показал, что друзья ему и хлебоядцы давные. Владимирского судного приказа подячий Никифор Кринев, Преображенской приказной избы подячий Игнатий Бубнов, Троицкого монастыря Остряпчий Кузьма Руднев до села Покровского, крестьяне Ивашко до Ромашко Пасошковой, и те все, бывая у него в Андреевском монастыре, такие слова, что в тетрадях написано, говорили. Аврамия прибавил, что когда он был в Келарях у Троицы, приезжал туда молиться боярин Матвей Богданович Милославский и говорил, Петр Лопухин был человек добрый, много прибыли в приказе учинил, а запытан он напрасно по наносу льва Кирилловича Нарышкина. Взяли Никифора Кринева, он сказал, что слышал написанное в тетрадях, будучи на потехах, от разных чинов людей, как были потехи под Семеновским и под Кожуховым. Про судьи, что без мзды дел не делают, со старцем Аврамием говаривали от себя и слыша от народа. Кринев признался, что говорил, если б посажены были судьи и дано б им было жалование, чем им сытым быть, а мзды не брать, и то было добро. А таких слов не говорил, что, покинув всякое правление, царь приказал государство править похотником-мздаимцем, не имущим страха Божием, и будто государь про тех судей, что они почести берут и для того в приказы посажены, чтобы им покормиться, сам ведает, а про дьяков и подьячих, что их много пред прежним, говаривали. Руднев показал, что говорили, государь не изволил жить в своих государских чертогах на Москве и мнится им, что от того на Москве небытия у него в законном супружестве чадородие пристало быть, и о том в народе велми тужат. Бубнов показал, что говорили о потехах, непотребных под Семеновским и под Кожуховым для того, что многие были биты, а иные и ограблены. Да в тех же потехах князь Иван Долгоруков застрелен, и те потехи людям не в радость. А слова смехотворные, шутки и дела богу неугодные, о которых говорится в тетрадях, это то, что чинилось пророчеством Василия Соковнина и в комедиях в Измайлове. Говорили про дьяков и подьячих, что их умножилось, и дьячества добиваются, и подьяческой справы докупаются куплюю, и что священники и чернослободцы детей своих в приказы сажают в подьячи. Говорили и про упрямство великого государя, что не изволит никого слушать, и про нововзысканных и непородных людей, и что великий государь в Преображенском у разыскных дел сам пытает и казнит. Не нравились и морские езды. Авраами считал неприкожим, что в триумфальном входе в Москву после взятия Зова царь шел пешком, а Шейн и Лефорт ехали. Села Покровского оброчный крестьянин Иван Пасошков сказал, что Авраами знакомцем ему учинился третий год. Призвал он его Ивашку к себе для дела денежного стану, который делал на образец в поднос к великому государю. А он, Ивашка, никаких слов, что в тетрадях написано, не говаривал. Авраами объявил, что Пасошков действительно ничего не говорил. Кубнов, Кренев и Руднев биты кнутом и сосланы в Азов, чтобы быть им там подьячими. Авраами сослан в Галутвин монастырь. Монах Авраами решился сделать себя органом народного мщения, народного неудовольствия и прямо сказать царю правду, обличить его поведение. Но были люди, которые вследствие личных побуждений старались отделаться от Петра и отделаться чужими руками. Мы видели, что в 1682 году в числе самых ревностных приверженцев Софьи был обрусевший наземец, стрелецкий полковник Иван Циклер. Человек с самым сильным, беспокойным честолюбием. Он ошибся в своих расчетах. На первом плане после торжества Софьи стал Голицын да Шекловитый, а о Циклере не слыхать. Вот почему, когда в 1689 году разгорелась борьба между сестрою и братом, и было ясно, на чьей стороне останется победа, Циклер, один из первых, перешел на сторону Петра. Но и тут ошибся в расчетах. Петр не сближался с людьми, которые принимали участие в событиях 1682 года. Молодой царь со всеми обращался просто. Ездил в гости, но постоянно объезжал дом Циклера. Мало того, в описываемое время Циклера назначили строителем новой крепости – Таганрога, а эти назначения в отдаленные места считались тогда почетную ссылкой. Циклер был в ярости и отчаянии, которые напомнили ему 1682 год и кровавые стрелецкие копья. Нельзя ли сделать того же и теперь, а если нельзя уговорить стрельцов, то можно будет поднять казаков из Таганрога. Стремление кормового иноземца Циклера разделяли двое родовитых русских вельмож – Алексей Соковнин и Федор Пушкин. Соковнин был известный старовер, родной брат знаменитых царствений Алексея Михайловича Раскольниц – Федоры Морозовой и княгиня Авдотья Урусовой. Понятно, как тяжело было ему видеть петровские новшества, посылку детей своих в еретические страны, поездку туда самого государя, а тут еще и беда ближайшая. Сват его боярин Матвей Пушкин, назначенный воеводою в Азов, возбудил против себя гнев государя все за то же сопротивление посылки детей своих за границу. И вот тестью с зятем приходит на мысль, как бы хорошо было отделаться от Петра чужими руками. Они знают, как недоволен Циклер и подбивают его к преступлению. Соковнин даже манит чистолюбца, указывает ему на возможность стать самому царем по смерти Петра. Циклер подбивает стрельцов, но те спешат с доносом. 23 февраля 1697 года боярин Лев Кириллович Нарышкин прислал в Преображенское стремяного полка конищего пятидесятника Лариона Елизарева, который известил о разговоре своем с Циклером. Циклер Смирно ли у вас в полках? Елизарев Смирно Циклер Ныне великий государь идет за море, и как над ним что сделается, кто у нас государь будет? Елизарев У нас есть государь-царевич Циклер В то время, кого Бог изберет, а чится и государыня, что в девичьем монастыре. Елизарев сослался на другого пятидесятника своего полка Григория Силина, который показал. Циклер сказал ему про государя, что можно его изрезать ножей в пять. Известно, государю, прибавил Циклер, что у него, Ивана, жена и дочь хороши, и хотел государь к нему быть, и над женой его и над дочерью учинить блудное дело. И в то число он, Иван, над ним, государем, знает, что сделать. Циклер в расспросе и научной ставке заперся. На пытке указал на Соковнина. Был я в доме у Алешки Соковнина для лошадиной покупки, и он, Алешка, меня спрашивал, каково стрельцам. Я сказал, что у них не слыхать ничего. Алешка к моим словам молвил, где они, Б, дети, передевались, знать спят, где они пропали. Можно им государя убить, потому что ездит он один и на пожаре бывает малолюдством. И около посольского двора ездит одиночеством. Что они спят, по сей число ничего не учинят. Я сказал, в них малолюдство и чаю, что опасаются потешных. Алешка отвечал, чаю в стрельцах рассуждения о царевиче, для того они того учинить и не хотят. Соковнина. Продолжение следует. Продолжение следует...